Накануне суды российской столицы решали судьбу фигурантов так называемого московского дела. Этот процесс начался после масштабных задержаний оппозиционеров и демонстрантов, которые участвовали в летних протестах. Максимальный срок получил Владислав Синиц, автор резонансного твита о детях силовиков. Его осудили на пять лет. Приговоры были вынесены четырем подозреваемым, но больше всего вопросов у правозащитников вызвал приговор Синицы. Он получил пять лет колонии за публикацию. Это блогер, который синициировал идею раскрыть личности всех полицейских, которые участвовали в подавлении протестов. В своем твиттер Синица написал, что после того, как это произойдет, дети силовиков могут не вернуться домой, а вместо них по почте придет компакт-диск со снаб-видео, записью изнасилования и убийства ребенка. Сам Синица вину свою не признает. Он утверждает, что не призывал к похищениям и убийствам, а лишь рассуждал. Продолжение следует... Продолжение следует...